Всем доброго времени суток! Мы опять с мужем в гульках. Идем по городу. Купили себе очередной ножичек. А то я все никак не могу прикупить. Прикупали? Да не тот фонтанчик какой приятный встретился. В парк. Мы селим маленечко, ножками болтаем. Ну и с вами решила поболтать. Мальчишечка тоже обрадовался. Огромное дерево. И кошачьи домики на нем. Мы идем на улицу Гюелюк. Хочу еще раз попасть в тот магазинчик, который... Ну я не снимала... В общем там были джинсы очаровательного качества, размеров и цены. Вот хочу еще раз туда попасть. Может быть что-нибудь примерю. Или даже прикуплю. Ветер опять сильный. Влаги валяются. А еще хочу напомнить вам. Для тех, кто еще не подписался, а просто просматривает видео. Я смотрю по статистике. То есть таких много людей, которые смотрят видео, они подписались. Пожалуйста. Эта акция абсолютно бесплатна, что немаловажно. Поэтому... А мне будет приятно. Не забудьте подписаться. Рамочка со словом подписаться должна быть серого цвета. После того, как вы на нее нажмете и колокольчик не забыть. Это будет оповещение о новых видео. Это правда вам ничего не будет стоить. А мне приятно. Благодарю. Ой, какой красивый. Вот начинается улица Гюелюк. Ах, так хотелось перейти дорогу. Ну что, переходим? Как так зеленые, цыгареты. Ах, перимуди едут, боженьки. Не знаю, смогу ли я к этому привыкнуть. И тут вот зеленый человечек и машины. Какая красивая вот эта вот стелла. Мужская мода. Пальто 100 лир, костюм или только пиджак, не знаю, 300 лир. Обувь. Не знаю, написано 50 лир. Ну, не кожаные. Брючки мужские. Джинсовочки на меху. Сапожки резиновые, 150 лир. Это улица Гюелюк. Еще раз напоминаю. По одной стороне магазина. И по другой. Ой, с вечерними платьями. Кафешки тут же небольшие. Опять куртки, пуховики и тот же голенькие тети. Золотишко. Кулоны. Наверное, бешеный клиник стоит. Ну, спросить это... Застрять тут, значит, на полдня. А у нас нет таких планов. Подружки мои, Анюткины глазки, мелкие здесь. До этого-то я снимала. Вот какие лопухи. А это мелкие девчонки. О, какие модные штанцы. Про вот эту девку я вообще в блесках-то молчу. А здесь... Миробав сумочки. Не знаю, цена, не цена, 848. Здесь 880. Наподобие, как на базаре мы видели кожаные топчумбы. Ну, там за 50. А здесь не знаю, за сколько. Я думаю, что дороговато здесь будет. Может, ошибаюсь. Вот, по-моему, если я не ошибаюсь, этот магазин. С хорошими размерами. И вот эти вот джинсики. Достаточно качественные. Ой, какие тут аппетитные девчонки. А, синие надо, что ли? Почему? Синие. С резинками внизу, что ли? Я работаю. Ой, от музыка. Выключаем. И черненькие вот такие джинсы есть. И юбки джинсовые разных цветов. И размеров вообще качество супер. У меня очередная примерка. Вот джинсы. Качество отличное. К сожалению, у меня там еще полгодки. Возможно, поэтому не очень смотрятся. Но мне нравятся. Так, следующие. Следующая модель вот эта. И мне понравились. Ну, они большеваты. Прям в поясе. А они все встречи, еще потянутся. А меньше нет. Следующая модель. Это вот такая. Цвет. Интересный. Отличненько. Зачем включили музыку? Светлый цвет. Может быть, сейчас не актуально. А так-то неплохой. Какой цвет коралловый предлагают. По мере. Ну, вот коралловый я надела. И цвет водолазки мои подходит. И поэтому смотрится... О, Господи. Неплохо. Да, неплохо. Ну, и последний лот в моем ассортименте. Ну, мне не нравится. В общем, что длина, мне кажется, длинновата. Не то пальто. Хотя цвет... Хотя цвет мне очень нравится. Оп-оп. Еще одна шлява брючки. Ну, я в них скользнула прямо. Они такие тонкие. Поясок тут... Показать-то интересный. Ну, нет. Это самая маленькая у меня размер. То есть они есть еще больше. Были вот в этом магазине. Купили джинсы. Давайте ваши варианты. Какие джинсы я выбрала. В общем, что я скажу. Обновки поднимают настроение. Это факт. Все. Жизнь удалась. Вот еще магазинчик. Раз покажу. Вот этот красненький Адар. Тут 4ХХЛ. Размеры прекрасные и качество отличное. Мы спускаемся к морю. На нашем пути. Вот это сооружение. И там кошачья какая-то вотчина. Ох. Много, конечно, здесь кошек. А здесь... Вот оно. Родное. Синее. Средиземное моречко. Сейчас поближе подойду. Ох. Какую красоту мы увидели. Какой пейзаж. И чайки тоже. И только в определенном месте они... Что-то там кружится. Китаются. Море цвет прям бирюзовый. Вообще восхитительный. Потрясающий. Ну-ка, вот там что за грот. Как красива такая мощь. Ну вот так вот на краю. Как-то в ресторанчике, на мой взгляд, опасненько. Даже. Помедленней. Красоту вам покажу. Котель какой-то вдалеке. Здесь столько ярусов, чтобы подойти поближе. И то вплотную здесь не подойдешь, я так понимаю. Потому что отвесная скала. Пожалуйста, не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. А я вас буду, в свою очередь, радовать видео различными, интересными и не очень. Еще какая-то лодка плывет. Холодно. Возле Моллори еще холодней. Но людям это не мешает. Парень на какую-то отвесную скалу прям усился. И девчонки ничего не боятся. А у нас немножко голова подкруживается. Ну какая кошка-скалолазка прыгает. А может быть, охотится за кем-то. Кошки там еще. А, да-да-да, вон. Оказывается, вон одна, а вот еще другая. О, господи. Турецкие кошки способны на многое. Анталья. Я люблю тебя. Ну, правда, это с другой стороны. Надо правильно прочитывать. Мы возвращаемся домой. С покупками. Ну, там не только обновки для меня. Но еще по дороге... Ой, свадебный апельсалончик. По дороге мы зашли на базар. Ну и, как всегда, затарились овощами. До следующей недели. Впереди готовка грибного супа. Приглашаю присоединиться. Итак, в эфире грибной суп. Куриные запчасти варятся. Главное теперь правильно разобраться с грибами. У шампиньонов я снимаю со шляпки. Верхнюю пленку она легко снимается, но и мелко нарезаю. А затем выкладываю их на сухую сковородку. Жду, пока вся лишняя жидкость испарится. И только потом уже туда лью немного подсолнечного масла и обязательно сливочное масло. Итак, жидкость выпарилась. Я добавила немного подсолнечного масла и сливочного. Кстати, в Турции сливочное масло солёное. Для меня это так было непривычно. В детстве было масло солёное или не солёное. Ну, а в Турции всё солёное. Следом отправляю обжариваться лук и морковь для красок. Сегодня я просто нарезала кубиками, но, конечно, можно и потереть. Ну, ком-ком, нравится. Пока там супчик готовится, хочу вам показать вкуснющий бутерброд. Итак, волшебный, пушистый турецкий хлеб свежее масло, которое мы сейчас купили на базарчике, и кусок сыра. Боже! Это божественно вкусно! Особенно, когда очень голодный. Ну, где фокус? Картошка у меня уже 5 минут как кипит. Грибы тоже уже зажарились с луком и с морковью. Я их отправляю к картошке. Не забуду свежую лаврушечку. Я вот так вот ее на газу подпаливаю. Усиливается вкус. В России я тоже так делала. В России в конце варки я обычно добавляла плавленый сыр с ароматом грибов, там белых каких-нибудь. В Мариера покупала, там он 40 рублей стоит. А здесь плавленых сыровых с ароматом нету. Ну, обычно не купила и не купила. Зато у меня есть вот такой вот концентрированный грибной суп. Я добавлю его. В конце варки не забываем про зелень. В России я бы еще добавила щедрую ложку плавленого сыра со вкусом грибов. А здесь нет со вкусом. Просто сыр я не стала покупать. Ну, все. Мой шедевр готов. А с вами мы увидимся в следующем видео. Пока-пока. Не забывайте подписываться, лайки и так дальше.